На дороге продуктам не место, а трасса, чтобы ездить, а не чтобы торговать. Принуждать хлевенских фермеров следовать этому простому правилу теперь не нужно. В селе Елецлазовка открыли большой кооперативный рынок. Отборное мясо, ароматное сало, копчености, грибное изобилие. В первый день работы рынка это лишь малая часть того, что могут предложить местные производители. Занято около 20 мест, рассчитан павильон на 60. Скоро сюда доставят холодильное оборудование и пойдет бойкая торговля молоком, сметаной и маслом. Пока холодильник только у Александра Чурсина. Кроме привычной домашней птицы он привез тушку ягненка. На трассе такой товар толком не покажешь. Раньше сбыт мы продавали на дороге. Зимой холодно, летом жарко. Открыли рынок. Теперь мы как бы хотим заниматься и продолжать заниматься выращиванием птицы, мяса. Торговать на рынке, замечать прибыль. Сергей Ларин сам ничего не выращивает. Зато наладил удачную схему кооперации. Чеще с тестем разводят гусей и свиней. Домашним копчением занимается хороший знакомый. Товар всегда был в цене и спросом пользовался. Только торговать приходилось по старинке. На дому или все на той же большой дороге. Зимой все-таки холодно. На улице торговать это очень тяжело. Я сам инвалид, уже 10 лет по инвалидности. И мы по здоровью не то уже стоять на улице. Конечно, ждали открытия этого рынка. Ну так, в принципе, все хорошо. Сейчас проверим, тут все пройдет. В селе события и местные жители тут как тут. Отчего прилавки ломятся, посмотрел и начальник регионального управления по трипрынка Николай Киреев. Проверил соотношение цены и качества и дал пару советов. Вы должны привлечь покупателя для начала и цену свить таким образом, чтобы покупатель сюда пришел. А если он увидит, что здесь продукция стоит 12 рублей, значит и в Липецке, и у Калашада стоит 12 рублей, он у вас покупать не будет. Он приезжает к Кашану и берет там эту продукцию по 12 рублей. И у нас по 12 до расхватывания. Строили рынок год. Из шести потраченных миллионов половина – областная субсидия. Управление в руках кооператива «Лазовский». В него входят больше 20 фермерских хозяйств. Жители их знают. Отсюда повышенная ответственность и гарантия качества. Для членов кооператива предусмотрены льготные места. Первый месяц аренда бесплатная, дальше символическая – 100 рублей в день. Фермер, он знает, куда свою продукцию реализовать. Значит, сельхозпроизводитель большого уровня он тоже знает. А именно население выращенное, которое выращивает свою продукцию в личном подсобном хозяйстве, ему реализовать сегодня негде. На трассе, извините, пожалуйста, это стихийная торговля. Поэтому мы вынуждены и будем создавать вот такие мини-рынки. Рынки на местах все дают возможность всем людям как-то больше объединяться, производя продукцию, в данном случае сельхозяйственного производства. Один занимается. Вот если каждый сам по себе представит себе, вырастил и что с ней делать? Где взять птицу? Где взять корма? Куда реализовать? Что дальше с ней делать? А здесь, получается, все сообща. Таких кооперативов, которые сегодня живут, не на бумаге просто существуют, а работают очень активно. Их 14 таких кооперативов. А всего кооперативов их больше 60. В 2013 году по указанию главы региона Олега Королева начала работать программа по развитию кооперативных рынков. Первый торговый объект появился в Чеплыгине. В скором времени их в районах будет уже 8. Катерина Мелехова, Илья Гурский, Липецкое время, Хлевинский район. Продолжение следует...